Новым председателем правления Евразийского банка развития станет заместитель гендиректора Почты России Николай Подгузов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. Соответствующее распоряжение уже подписал глава правительства России Михаил Мишустин. Вопрос об избрании председателя правления банка запланирован к рассмотрению на заседании Совета банка, который состоится 30 июня. Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угрозах для рынка. По мнению экспертов, которые приводит российская газета, на краткосрочном горизонте потенциал укрепления российской валюты по большей части исчерпан. Поэтому более вероятно, что курс доллара в ближайшие месяцы уйдет выше 70 рублей, чем останется в коридоре 68-69 рублей за доллар. МВФ ухудшил прогноз по экономике России. Аналитики в своем обновленном прогнозе предположили, что российский ВВП в этом году упадет на 6,6%. Хотя в апреле они рассчитывали, что этот показатель составит 5,5%. Основные причины такого падения – кризис, возникший из-за коронавируса и снижение нефтегазовых доходов страны. В России на 14% упала выручка аптек. Данные за май по сравнению с апрелем приводит DSM Group. Рекордное снижение на 28% произошло в группе препарата для лечения заболеваний респираторной системы. Также почти на 11% упали продажи биологически активных добавок. Ранее, наоборот, отмечался существенный рост продаж лекарств. Например, выручка марта примерно на 25% превышала выручку февраля. И на 46% – результаты марта прошедшего года. Ниже уровня 5% опустилась средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков России. Это самое низкое значение с 2009 года, то есть за все время, что рассчитывается данный показатель. Ставка понижалась практически непрерывно с лета 2019 года. В марте 2020 года она достигла 5,15% и на короткое время стала расти. Однако уже в конце апреля возобновило снижение. Это произошло после того, как Центробанк уменьшил ключевую ставку до 5,5%. Осенью этого года компания Apple проведет презентацию нового поколения своих смартфонов. По новым данным, в линейке окажется шесть моделей. Сообщается, что iPhone 12 Max в доступной конфигурации обойдется в 649 долларов, в то время как самый доступный iPhone 12 могут оценить в 549. Самый дорогой смартфон может получить ценник в 1399 долларов.